всем привет я соколовский александр вы находитесь на моем канале вот уже который раз меня спрашивают стоит ли в наше время покупать дорогие смартфоны или стоит лучше сэкономить и этому будет посвящен данный ролик что самое интересное меня об этом спрашивают не только молодые люди да те которые интересуются техникой планшетами ноутбуками компьютерами но и старшее поколение тем которым давно за 50 даже есть такие люди которые которым уже давно было почти 70 человек решил себе побаловать техникой и купить какой-нибудь смартфон и реально первый вопрос который он не задал сразу же стоит ли покупать дорогой смартфон признаюсь вам честно у меня дешевый смартфон ну даже не то чтобы дешевый а можно сказать что он бюджетный то есть есть в свое время его взял за 250 долларов это было полтора года назад на сегодняшний день моему телефону уже ну если брать во внимание тот факт что он выпущен был раньше и я только через время его покупал да то есть его реальная дата производства чуть раньше то ему чуть более двух лет именно данной модели это сиоми редми ноут 2 прайм сегодня такую модельку можно купить в пределах 3000 гривен значит то самое забавное он выполняет до сих пор все то что от него требуется это игры как ни странно да то есть телефон старый но игры на нем идут при том идут довольно круто те же танки те же тот же асфальт вот недавно вы смотрели видеоролик где я и мой сын играли с помощью геймпада селоми в асфальт 8 до на взлет там тяжелая графика там реально тяжелая графика там отражение там дождь там ну то есть графика там сравни где-то если брать компьютерные игры то наверное это most wanted что-то типа того да нет for speed и этот телефон это все тянет без проблем без тормозов без всяких глюков нагревается да потому что здесь у меня мтк шли процессор восьмиядерный у меня в компьютере сейчас четырех ядерный процессор до 8 то точно это корой 7 а здесь мтк с тактовой частотой 215 это каждое ядро 215 то есть тут нету big little системы тут все ядра абсолютно одинаковые по 215 гигагерца да и тут 8 ядер 2 гигабайта оперативной памяти 32 постоянной и я вам скажу так этого телефона хватит еще год может быть может быть полтора то есть сейчас у меня нет надобности его менять он нормально фотографирует кстати по поводу фотографий вы можете просто зайти в мой профиль инстаграма само собой подписаться обязательно потому что там тоже будут новые фотографии и новые посты о том что я выпустил новые ролики обратите внимание на все эти фотографии практически они они все практически сделаны именно на вот этот телефон он абсолютно себя оправдывает если я практически всегда фотографирую именно днем поэтому мне нет надобности покупать самый самый дорогой смартфон чтобы можно было снять ночью потому что у него видите ли диафрагма 17 или 15 уже сейчас у самсунга до galaxy из 9 то есть это абсолютно абсурдно это не нужно на самом деле нормальному человеку тех ноги куда вот тех ноги это тот человек который должен попробовать все и в конце концов для себя в принципе определиться нужно это или нет но начнем по порядку так как я уже сказал он играет роль у меня как мини игровая приставка да это перед сном поиграть например кроме того опять же он играет роль коммуникатора то есть он все мои связи проходят именно через этот смартфон я на нем и в социальных сетях общаюсь и через мессенджеры разные тот же telegram вайбер пришлось натыкать их себе немерено потому что один клиент или партнер или друг находится в одном мессенджере другой в другом долбали честно говоря такое количество их на самом деле столько не нужно хотя в принципе ради здоровой конкуренции может быть это хорошо что их так много дальше опять же само собой youtube да то есть все практически половину роликов на ютюбе я смотрю именно через этот смартфон при том что я смотрю все видео full hd разрешение то есть в максимальном качестве и бывает даже такое что я не просто смотрю там через вай-фай да а просто могу выйти в парк и в парке сидеть и смотреть видео через него то есть через 3g хотя сейчас анонсировали уже 4g до lte посмотрим может быть будет на дольше хватать аккумулятора то за 3-4 часа его я живу из рук не выпускаю за три-четыре часа его разряжаю поэтому собрался покупать опять же от компании сиоми powerbank на 20 тысяч миллиампер второго поколения тот что с q2 или q3 как-то он там называется не помню уже это надо смотреть не суть важно вот я когда попробовал на самом деле компании сиоми я понял что другого ничего не надо у меня прошивка global и все обновления прилетают по воздуху чтобы тебе где-то когда-то тормознуло у меня есть друг юрий он говорит что он задумывался тоже кстати брать сиоми и взял себе в конечном счете nexus 5 x по-моему он взял и в итоге был немножко и разочарован что сиоми круче реально ну если с прошивкой global то есть если вы покупаете сразу официально но что если брать с китайской прошивкой я допустим не любитель перепрошивать телефоны я люблю играть с компами они с вот этими игрушками эта игрушка у меня инструмент который с помощью которого я вплоть до того что я зарабатываю деньги и мне нужно быть всегда на связи и делать еще много других вещей и этот телефон эти все вещи выполняет так вот стоит ли покупать максимально крутой смартфон на сегодняшний день это galaxy s 9 до это nexus и последние это google пиксель само собой до ван плюс 5 т да и пошло поехало их там уже этих флагманов lg g6 и ну и так далее то есть их уже появилось немерено они все стоят от 500 с чем-то да даже 600 долларов и до полторы тысячи это если брать официально официальные цены в украине так вот чем они отличаются а по факту ничем ребята это тупой маркетинг процессоры которые выдают сейчас в в бенчмарках разных просто космические цифры в плане там 170 180 200 тысяч баллов в антуту бенчмарке да все маркетинг нет такого программного обеспечения которые в состоянии прогрузить мой телефон в моем телефоне как ни странно вот этот антуту он странный на самом деле и получается что когда я раньше мерил вот эти вот все замеры проводил в антуту бенчмарк получалось что у него в пределах 55 тысяч баллов и что на тот момент было довольно много даже если так взять потому что флагманы на тот момент выдавали 80 100 120 вот в таких пределах это было флагманские цифры мой выдавал 55000 и а сегодня он выдает в разных обновлениях я не знаю что это за глюки может быть в чем в чем проблема может загруженность моего телефона конкретно от 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 55 даже давайте так возьмем грубо говоря от 50 до 70 тысяч баллов выдает это довольно странно не знаю почему так я может быть когда-нибудь надумаю стрельнет мне что-то я все-таки сделаю замер и покажу вам это все дело уже конкретно в отдельном ролике потому что за этим надо следить когда он это вытворяет и брать и записывать это все дело с либо с экрана либо вообще что придумать не суть важно опять отклоняемся как я уже сказал все вот эти крутые смартфоны от 600 грубо говоря да вот 500 50 и до полторы тысячи долларов отличается от этого ничем да они могут отличаться мой конкретно пластиковый да но с другой стороны я могу снять крышку поменять на другую он опять станет новый я могу поменять аккумулятор что я в принципе с успехом сделал пару месяцев назад потому что мой аккумулятор проработал в год просто вздулся вы сделаете то же самое в айфоне сделать то же самое в самсунге я посмотрю на вас как вы это сделаете сколько вы отвалите бабла за это все я понимаю что все в деньги упирается у некоторых людей иногда и у меня в том числе но при покупке какого-либо гаджета я не смотрю сколько он стоит я смотрю на то что он может и стоит ли переплачивать деньги за там определенные в определенный тип техники или можно обойтись более дешевой и не парить себе мозги глупостями всяким так вот единственное чем отличаются действительно это может быть качеством изготовления иногда но мой смартфон вот сколько лет вот он даже не хрустит то есть что сказать вот допустим ван пласт 5 или 5t и берешь они хрустят то есть при этом смартфон дороже да берем google пиксель возьмите придавить его он тоже хрустит то есть айфон опять же проблема была но не все конечно модели там бывают конечно но может меня тоже опять же нормально может среди таких же моделей как у меня телефона точно также есть хрустящие не суть важно но ему простительно он на тот момент 200 долларов стоил когда его покупала сейчас вообще 150 стоит а то есть 100 можно найти даже возможно новый можно его найти где-нибудь на складах если завалялся так что если что ищите покупайте в принципе классная модель на сегодня вот так вот хватит вот возьмите айфон у если вы знаете есть такой техна блогер с канала кедр это александр лепота он три айфона поменял потому что он хрустел он трещал ему что-то делалось у него были щели между стеклом и основой у меня нет таких проблем у меня нет щелей у меня не он он не хрустите нет щели при том что мой телефон 200 долларов стоит еще раз напоминаю а тот смартфон который он покупал это iphone до последние это iphone 10 это тот который сейчас рекламируется он выбрал за полторы тысячи в итоге он через сервис поменял их три штуки представьте грубо говоря если бы сервис отказался что-то ему там менять он бы заплатил за это все четыре с половиной тысячи долларов долларов но неважно у него хорошая ситуация получилась ему все поменяли все как надо бесплатно по гарантии так как он покупал у официального реселлера у нас это магазин цитрус как ни странно хотя у цитрус что последнее время тоже какие-то конфликты с покупателем наверно в каждом магазине есть какие-то конфликты с покупателями но не знаю то есть не знаю поменяли ли бы они александру этот айфон несколько раз если бы он не был популярным блогером может быть и поменяли бы неизвестно не суть важно тема нашего ролика конкретно о стоит ли покупать технику дороже чем там 200 300 долларов я вообще считаю что смартфоны можно покупать максимум 400 долларов это 400 долларов это если вы хотите что-нибудь что что-то покруче но если вы хотите совсем круто и у вас есть два почему бы нет покупайте это не проблема то есть но если у вас нет таких денег не стоит ребята эта штука сегодня за 200 долларов который уже полтора года у меня в руках от роду два с чем-то тянет абсолютно все то же самое что и тянет дорогущий телефон ничем не уступая абсолютно ничем не уступая то есть если вы берете тем более если вы за 200 долларов будете брать конкретно сегодня такую игрушку она будет еще мощнее она будет набирать там 75 80 90 тысяч баллов это те же сяоми мэйзу мод некоторые модели lg кстати вот есть что там дальше у нас еды дофига на самом деле можно что-то что можно покупать но если вы хотите действительно сразу качественно взять и точно угадать что она хорошая то это можете пробовать huawei но huawei почему-то цены начал задирать возомнил себя и плом по ходу китайским возможно можно huawei можно asus это все а бренды да то есть туда же сяоми прикручиваем туда же мэйзу и отберите в пределах 200 250 300 долларов ну 400 это уже потолок потолчайший скажем так то есть все что выше это уже идут понты и вот как некоторые люди делают они берут в 20 там в тысячу долларов кредит чтобы выплатить телефон вы с ума сошли люди зачем вот эта штука делать все то же самое и снимает видео full hd и фотографирует и то есть скажу вам так девяносто девяти и девяти десятым процентом людей качество фотографий и видео здесь на этом телефоне и на айфоне будет неотличима если сфотографировать с одинаковой точки с этого телефона с айфона и там с того же samsung galaxy s 9 и поставить именно их в ряд да вот на мониторе открыть три фотографии человек не отличит будет отличаться только возможно насыщенностью картинки может быть куда-то уклоном в какие-то оттенки в холодный или теплый все больше ничем она не отличается резкость будет такая же картинка будет такая же количество мегапикселей будет то же самое светлость картинки будет такая же то есть все будет одинаково а в видео и подавно нет никакой разницы абсолютно единственная разница может быть в том что в некоторых смартфонах есть стабилизатор изображения то есть когда вы снимаете видео конкретно да у вас вот рука трясется тот стабилизатор изображения спасает если же вот как у меня у меня такого стабилизатора нету но я с него снимаю видео очень редко я вот снимаю но приобретенную камеру видео и этого мне хватает то есть хотя когда надо было я снимал снова видео вот у меня есть ролик на мы для жены снимали для работу ей я снимал на телефон то есть его поставил на штатив мы прикрутили сюда петличку то что здесь есть миниджек опять же в дорогих телефонах пошла тенденция убирать миниджек придурки ненормальные я понимаю что в конце концов и в бюджетный сегмент это все придет и уберут миниджек но я считаю что это идиотизм абсолютно этот штекер занимает три с половиной ну скажем грубо говоря если брать с внутренностями 4 миллиметра на 8 или там на 12 не помню сколько там миллиметров то есть откройте крышку вашего телефона там практически пусто по краям пусто в центре идет аккумулятор и дальше плата по кругу либо по кругу полностью вокруг аккумулятора либо как у меня большой аккумулятор здесь одна большая плата все там дальше все остальное пусто накрыт этот бутерброд сверху экраном сзади закрыли крышкой место немерено почему не поставить миниджек в дорогой телефон понятия не имею что в сухом остатке а в сухом остатке мы получаем то что дорогие телефоны очень дорогие телефоны это все навязывается маркетологами что это круто это вы будете выглядеть как офигенный парень или девушка да вы да вы вообще там такие прямо соска прям вообще просто ну пипец какой классный паренек нет ребят тот кто реально повзрослел вот как только вам стукнет за 30 до всем кто там собирается покупать эти все телефоны вы сразу начнете понимать что это нафиг никому не надо останется конкретная категория людей для которых понты будут и в 50 и в 60 и в 70 лет играть большую роль они будут понтоваться но если вы разумный человек не ведитесь на эту туфту эти телефоны делают все то же самое что и дорогие телефоны так что на сегодняшний день не имеет никакого смысла покупать очень дорогие телефоны а тем более брать на них кредиты вот так вот ребята надеюсь я ответил на ваш на ваши вопросы именно в частности на вопросы моих знакомых выхожу на улицу сразу задает кучу вопросов вот я надеюсь что я на ваши вопросы ответил и если будут смотреть и другие люди я надеюсь что будут смотреть то надеюсь и вам тоже помог но на этом все подписывайтесь на канал подписывайтесь на все что есть там и социальные сети заходите в группу вконтакте тоже подписывайтесь все ссылки будут в описании вот пишите комментарии обязательно ставьте колокольчик потому что youtube у нас последних последние месяцы вы знаете да все что он глючит и периодически не приходит уведомления о том что залит новый ролик на какой-либо канал и поэтому когда вы ставите колокольчик вы принудительно заставляете показать этот ролик у вас в фиде или в подписках и кроме того она вам придет даже на почту уведомление о том что добавлено новое видео какого-либо блогера в частности у меня так что подписывайтесь и и всем удачных покупок и счастливенько пока